На этом мероприятии, и во-первых, хочу сказать, что традиционное издательство космосков принимает участие в выставке Монфикшн. И, казалось бы, достаточно специфическая наша литература, которая требует интереса космонавтики, знания, любви, и вызвала интерес. Постоянно были люди около этой книги, я хочу сказать, около книги Валентины Леонидовны, на стойке, брали, читали, покупали. Мне было очень приятно, я отвечала на вопросы, говорила, вот я, я редактор, спросите меня. И было очень интересно. Сегодня я хочу сказать, что здорово, что в Музее космонавтики проходит презентация, где Валентина Леонидовна в свое время открывала выставку «Женское лицо космоса». Также называется и ее книга «Женское лицо космоса». Но сегодня я хочу рассказать о книге «Космонавтика в личном измерении». И если в двух словах, что в ней самое главное, на мой взгляд, как редактора, то, что словам в ней тесно, а вот мыслям просторно. За счет чего это стало возможным? За счет того, что Валентина Леонидовна поместила в эту книгу вот эти вот хронологические таблицы. И они, во-первых, для читателей очень удобны, а во-вторых, в книге дают возможность хорошим языком рассказать об очень многом. За счет чего это стало возможным? Лично я считаю, что так же, как и музыкальный слух, чувство слова дается при рождении. Но, может быть, я ошибаюсь. И то, и другое можно развивать. Вопрос в каком, до какой степени. На мой взгляд, Валентина Леонидовна и физик, и лирик в одном лице. С детства она вела дневники. И это, во-первых, очень характеризует личность. Во-вторых, обратите внимание, когда будете читать, интересные эпиграфы, интересные такие вот подводки. Я читала и удивлялась, но откуда это в человеке? Ну и постепенно, как-то так, я успокоилась, текст очень хороший, и мне стало интересно. Я помню, как я реально удивила Валентину Леонидовну чем. Надо же быть, какая вы. Читали-читали, делали мы теории этот текст, и я говорю, Валентина Леонидовна, неужели это было возможно, что первым космонавтом планеты мог стать Алан Шепард? Что вы думаете, да, значит, мог он взлететь 5, скажем, апреля, и вот вам, пожалуйста, первый космонавт. Никто ни в Египте, ни, условно говоря, в Африке не стал бы разбираться, кто первый космонавт. И вот, действительно, это какое-то такое было потрясение. Что лично интересно, мне еще показалось, это вот рассказ об участниках космической гонки, о наших вот этих вот четвероноких друзьях. Как же интересно там написано. Как один из кандидатов рожок убежал, второй непутевый остался. Что делать? Гроза всех и всего Королев. Это же не так, как сейчас. Падает один аппарат за другим, и тишина. Что скажет Королев? Как он посмотрит? Нашли возле столовой другую собачку и отправили этого щенка. Я помню, что я долго всем рассказывала, вот о чем эта книжка. Мне, как женщине, было безумно интересно, как шили комбинезончики, рубашечки, как прикрепляли этих животных карабинчиками. Почитайте, это не оставит равнодушным. Это сейчас можно пойти купить любой комбинезончик, хоть со стразами, хоть с натуральным мехом. А тогда все это было впервые. Это очень интересно. И лицо космической гонки в этой книге представлено в полном объеме. Не то, что вот американцы и наш Атиллер Чемберленов. Нет. И тут таблицы. У нас и у них. У нас и у них. Причем начинается с 1948 года, когда Михаил Клавдевич Тихонравов выступил на сессии артиллерийской академии. И как его осмеяли. Надо заниматься делом, а не фантазией. В 1950 году Тихонравова даже понизили в должности за вредную космическую идею. А в 1957 году спутник уже полетел. И Валентина Леонидовна рассказывает об этом так, что просто захватывает дух. И когда она пишет, как погибли американские космонавты, и они потеряли один из лучших своих экипажей, единственное, что приходило в голову, что действительно мы с тобой одной кровью. В этом же году погиб, по-моему, в этом году Комаров. И это было больно читать. И написано очень проникновенно. Что мне еще было безумно интересно, как Валентина Леонидовна рассказывает о подготовке иностранных космонавтов. Если кто-нибудь когда-нибудь обучал иностранца, то он поймет, как это сложно. Наш популярный очень полиглот, ученый Дмитрий Петров, говорит, что наши три склонения, шесть падежей, сводят иностранцев с ума больше, чем китайские иероглифы. Одно дело социалистические лаги, где они изучают русский язык. Другое дело вьетнамский кандидат. Что делает Валентина Леонидовна? Она в каждой лекции готовит флам, готовит конспект. И так скромно об этом говорит, что эти листочки были востребованы и русскими космонавтами. Но это так скромно говорится. А по факту это время нужно было забрать у семьи. Это время нужно было украсть у сна. И все она это делала для того, чтобы работать. Скромность, конечно, Валентина Леонидовна, не имеет пределов. Я с ней, когда разговаривала, для меня это было, например, счастье. Хочу обратить ваше внимание, что по всей книге идет, вот так же, как с директором Калужского музея, с другими людьми. Мы подружились, мы стали общаться. Это тоже характеризует личность. Как весело люди жили. И отдельные квартиры не мешали жить, дружить, любить. Поэтому я хочу несколько слов сказать о книге «Женское лицо космоса». В том плане, что издана она в 2001 году. И, конечно, заслуживает переиздания. Лично я так представляю себе образ. Двухтомник Пономаревой в голубой глянцевой обложке. «Женское лицо космоса» и «Космонавтика в личном измерении». Это моя мечта. Дорогая Валентина Леонидовна, спасибо вам за то, что вы своей книгой показали, как жить мечтой. Даже если она не сбылась, это как первая любовь. Это незабываемо. Вы связали свою жизнь с космонавтикой. Но ваша книга о мечте, о любви, о дружбе, об умении прощать. Вот все в этой книге. И, наконец, спасибо вам за вашу сказку про самолете, которую можно сравнить разве что с голубой чашкой Гайдара. А тот, кто прочитает вот этот вот раздел заключительный, «Экология души», ну, наверное, что-то изменится в жизни человека. Дорогая Валентина Леонидовна, от имени нашего издательства «Космоскоп» я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, успехов в нашей работе во имени Терана, в воспитании внуков. Я считаю, что это ваша награда. Пусть будет счастье в вашем доме. Пишите, я вам помогу. Держите. Не важно, не читайте, что на окошке Валентина Леонидовна вот собака Патрик, Патрика нет. Вот пусть у вас будет Саня. И пусть у вас будет, как моего друга Валерия Шарова «Дорога к звездам». Он так же мечтал, он жил этой мечтой. Я считаю, пусть она живет у вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Короткая, а у первых. Спасибо.